Александр Емельяненко расцвел всеми красками оттенка синего цвета. Друзья, всем привет и на экране перед вами старый добрый Александр Волков, который в эту субботу вернется в октагон UFC, а в этом интервью вернется в состояние бойца, готового интересно и подробно рассказывать. Немного проговорим поражение от Серила Гана, услышим реакцию на лучшую мотивацию от Тактарова. Сказал Саш, а вот сейчас надо убивать. Вперед, блядь! Вспомним Александра Емельяненко и насладимся замечательным моментом, когда Волков услышал позади себя... Вопросы задают Ярослав Степанов и Вадим Тихомиров прямо сейчас. Мы, кстати, находимся в Абудабе, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего отсюда не пропустить. Всем приятного просмотра! Саш, смотри, мы тебя за последние, получается, пять лет три раза видели после поражений. Если, например, вот взять поражение Блэйдсу, после него ты как-то сразу охотно выходил на связь и все такое, после Гана ты закрылся, ты объяснил на пресс-конференции, почему. А вот чем отличались, ну, отличалось, например, поражение Блэйдсу от поражения Гана? Хватит меня тыкать эти штуками неприятные ощущения. Сложно сказать. Наверное, все-таки, ну, какие-то психологические моменты тоже, они мои, они тоже были. Но здесь просто очевидно, что, очевидно для меня, что на самом деле поединок был близкий, я по ним был сильный. Вот, и, скажем так, у меня действительно были во время подготовки к Ганну некоторых сложностей семейного внутреннего характера, которые, с равно, если даже я бы и хотел бы вам рассказать, они, как бы, ну, скажем так, по-другому, я бы и не хотел бы их рассказывать. И поэтому раскрывая все и, как бы, рассказывать почему, зачем, как бы, и так далее, мне бы, наверное, не хотелось, и не хотелось в тот момент, тем более, а просто говорить, ну, типа, там, проиграл, проиграл. То есть мне, по сути, нечего было сказать, вот, скажем так. То есть после поединка с Блейдцем, не было о чем разговаривать. После поединка с Ганном, наверное, нечего было сказать самому себе и тем более зрителям. Потому что я многое понимал и многое, наверное, бы я бы не сумел раскрыть для всех. Потому что вся подготовка, на самом деле, была сложная. Вот, то есть у меня были определенные обстоятельства. внутри семи, из которых, например, подготовка прерывалась и так далее. Но, в целом, я не думаю, что это сильно повлияло на сам поединок. То есть я думаю, что поединок сам прошел и прошел бы лучше, если бы немножко я был более сконцентрирован на той работе, которую мы изначально планировали сделать. То есть она у меня получилась хорошо в первом раунде с Ганном. И мне нужно было ее сохранять. Время боя я немножко подрасслабился. И мне показалось, что нужно работать чуть по-другому, несмотря на то, что первый раунд у меня прошел хорошо. И за счет этого потери концентрации на той тактике, в том плане, который изначально был, наверное, это и сыграло роль. Почему это не получилось? Плюс, конечно, нужно было попробовать бороться. То есть наверняка у меня было ощущение, что в борьбе, если бы меня получилось его перевести, я был внизу намного лучше, чем он бы себя чувствовал. Но мысль о том, что мне хотелось переграть его в стойке, она все равно оставалась и шла до самого конца. То есть немножко я перемудрил во время боя. Но получилось, как получилось. Я сделал свои виды. Просто это вопросы, которые я могу озвучить в общем, но конкретно все равно ответов я, по крайней мере, для всех зрителей дать не могу. Ты после боя не говорил, зато после твоего боя говорил очень так ярко Олег Токтаров. И там была одна такая очень крутая цитата в интервью Александру Людькову, я сейчас даже процитирую. Он спросил, что бы Олег сказал тебе перед началом пятого раунда. И там вот как раз цитата. Он сказал, Саша, а вот сейчас надо убивать. Либо сейчас, либо никогда. Вперед, блядь. Я бы сказал, Саша, у тебя яйца крепче, Саша. Ты мужчина. Ну понятно, что это вот чуть утрировано, но можно ли сказать, что тебе реально не хватило такой вот накачки? Как бы ответить более корректно. Конечно, когда мы смотрим многие фильмы о единоборствах, бывает переломный момент, когда один из секундантов говорит какие-то такие мотивирующие вещи, и боец собирается, и выдает все, что он может, и все, что он вспоминает, другие техники, которые он тренировал, и прочее. И вдруг он все это выдает. Но в жизни немножко все по-другому. К концу 4-5 раунда, тем более при таком темпе работы, и при том количестве ударов, которые мы нанесли, потому что в сумме количество ударов было очень большое для тяжелого веса. Сложно найти... Ну, мотивация, она есть. Физические силы, чтобы ход поединка переломить, найти сложен. Здесь, конечно, отчасти убедить бойца в том, что ему кажется, допустим, ну, как я говорил, то, что у меня где-то стал сомневаться в своих навыках, убить бойца в этих навыках и оставить его их делать, это необходима работа угла. Но, с другой стороны, это не всегда удается донести, и не всегда туда сдавести одной фразы. Тут, скорее, нужно почувствовать, что все непосредственно было внутри. Плюс могу сказать, что действительно у нас в эту поездку, ну, вообще, в принципе, по поездке в Америку, многие очень тут вопросом, типа, что у меня, блин, за команда такая, что мы поехали, там, типа, видеоблогер, там, еще кто-то, там, менеджер и прочь, то есть, никого нет. Но, по сути, мы уже никакую поддержку подряд не можем получить визы для всех членов команды. И это большая проблема, потому что сейчас мы приехали к тем статам, который нам нужен, у меня все три члена команды, все-все тренеры, каждый отвечает за свою, как бы, на свою часть. В тот раз мы поехали только с Тарасом, и, скажем так, тренер, отвечающий за борьбу, там, еще за какие-то моменты, и, к сожалению, с нами не было. Вот. И это тоже, как бы, некоторые вещи дают, потому что есть некоторые нюансы, допустим, по борьбе, да, и по тем элементам, которые мы должны были использовать, которые мне были с рук, нужны непосредственно во время боя. Моментов, которые повлияли на поединок, и было много. И здесь не потому, что не хватило какой-то одной фразы, а не хватило, наверное, более-менее полноценного тренерского штаба, в том числе и в моем углу. Вот. Тут такой момент был. А вот никогда не приходило в голову, ну, так чисто, может быть, в качестве перформанса, взять Олега Николаевича в свой угол? У нас было некоторое общение Олега Николаевича с моими тренерами, с моей командой. У меня лично на этой встрече не присутствовал еще несколько лет назад. Ну, как-то эти переговоры, они дальше не зашли. Ну, чтобы правильно понимали мое отношение к Олегу Николаевичу, я уважаю его как бойца, как спортслена, который в свое время очень много сделал. Действительно, сейчас его взгляд на единоборство во многом отличается от взглядов очень многих других специалистов, и этим интересно его слушать и смотреть, потому что он имеет свою точку зрения всегда, даже если она бывает, совпадает с другими, он все равно это преподносит так, что это интересно послушать. Эти моменты, ну, я для себя тоже иногда подмечаю, но все-таки он не находится внутри моей команды, и внутри моей команды происходят очень многие вещи, которые, ну, не то, что происходит, идет работа над очень многими вещами, которые не видят другие, и судить только по моим боям, о том, что проблема с моей командой нельзя. Я много раз говорю, что зачастую ошибаюсь я сам, с командой у меня все нормально, просто, может быть, я не сильно талантливый, но это факт, потому что очень многие считают меня талантливым, типа, одаренным там физически и прочим, но это на самом деле не так. Мне дается все тяжело, и ко всему я прихожу тяжело. Вот, и каждая моя победа, каждый мой вызов, и вообще в целом, то, что я здесь так высоко, для меня это уже очень большое достижение, но на этом я не останавливаюсь и мотивирую идти дальше за поясами, поэтому пока что так. Когда начиналось интервью, твой пульсометр Polar показывал 66, а когда Ярик цитировал Тактарова 86. То есть тебя, видимо, все равно эти слова заставляют немножко. Сердце чаще биться, да, получается? Ну, это еще пока в норме, но возможно. Ты вот очень часто иронизируешь в соцсетях на тему, когда тебе советуют подтянуть борьбу, еще что-то подтянуть, там про удары и все остальное. Но вот есть еще один вид комментариев, и мне интересно узнать твою реакцию на них. Это, наверное, пишут люди, которые обладают таким тонким искусством физиогномики. Вот когда пишут, что типа у тебя внешность не бойцовская, там злости не хватает и все такое, как ты это воспринимаешь? Ну, нужно, опять же, посмотреть на цифры, сколько боев я провел, в каких характеридациях я был чемпионом, ну, просто многие очень, за мной начали следить только-только сейчас, когда я уже нахожусь в самом топом промоушене, самая на данный момент высокая конкуренция в тяжелом дивизионе, потому что здесь действительно собрались самые талантливые ребята, и меняется дивизион, сейчас появляются новые молодые имена, которыми тяжело биться. Но я уже был чемпионом Беллатора, и только-только сейчас многие бойцы из России к этому приходят и считаются хорошим уровнем. Я был чемпионом М1, может быть, не самое лучшее для М1 время, но тем не менее, я пришел и забрал этот пояс, и по сути, чтобы остаться в истории как человек, кто вообще, в принципе, забрал все эти три пояса одновременно. Мне нужно выиграть пояс в UFC, хотя в целом, я не знаю, по-моему, кто тут был с тяжелого веса, кто бы забирал бы одновременно два пояса Беллатора М1. То есть у меня уже за спиной огромное количество боев, огромное количество достижений, несмотря на то, что у меня сейчас 33 года. И говорить о том, что у меня не бойцовский характер, не чемпионский характер, нельзя, потому что я уже провел очень большую работу к тому, чтобы оставить многое с собой. Но это просто говорит о том, что, как мы говорили на пресс-конференции, что бы ты ни говорил, что бы ты ни делал, время такое, что тебя суть по последнему бою. То есть так же, что судили и Федора в свое время, когда он окончил карьеру, начали говорить о том, что он там не с ними дрался и так далее. Сейчас Федор провел этот поединок хорошо и красиво. Опять начали говорить, говорили о нем по-другому. То есть это всегда будет, это момент нашего, не знаю, только у нас так, или где-то еще есть. Но у нас почему-то забывают о том, что, что боец преодолел и сделал, ну и в целом, я с этим как бы смирился, поэтому я это воспринимаю не как какую-то клинику, а это происходит после любого боя. То есть после абсолютно любого боя. Если я человека выигрываю, он становится мешком. Если я человека проигрываю, то мешком становлюсь я. И для меня это у меня уже всю мою карьеру, несмотря на то, что у меня уже там столько, около 41-42, у меня боя, сейчас будет 42-й, уже 10 боев UFC, вот, сейчас будет 11-й. И играть ветераном уже Белатары, ветераном UFC, ветераном М1. Все организации я прошел, более-менее крупные. И тем не менее, люди почему-то считают до сих пор, что, типа, это спорт не для меня. И медалист меня не такой. Но, наверное, они правы. На том же подкасте Hustle MMA ты сделал вывод, что американцы тебя поддерживают больше, чем россияне. А из чего ты сделал такой вывод? Ну, очевидно, что, скажем так, за рубежом фанаты, ну, не то, чтобы там американцы или там россияне, здесь в целом мы говорим о более узкой фанатской базе людей, кто более-менее разбирает с единоборствами. То есть, у нас, если зайти на какие-либо порталы, связанные с единоборствами, под любым профильным видеоинтервью с моим или там даже просто какой-то новостью, огромное количество комментариев о том, что выше чего-то меня, ну, типа, выше там, я типа средняк, выше там топ-5, ну, блин, топ-5 UFC, это типа, блин, средняк, то есть, ну, столько людей в мире еще в топ-5 UFC 5, ну, типа, сколько? Ты столько еще можешь поконкурировать людей? Ну, 5 там, ну, там, 10, может быть, все организации собрать. Типа, это считается средняк, ну, не знаю, как бы, если это средняк, то, надеюсь, что те люди, кто пишут, они как бы выше этого уровня, то есть, люди же, как бы, за рубежом зачастую они уважают навыки бойцов. Наверняка там тоже есть некоторый хейт, но, по крайней мере, то, что попадается мне относительно рассуждений фанатов по поводу боев, они всегда уважительно относятся к моим навыкам, обсуждая бой, мой бой с кем-то еще, то есть, всегда говорят о том, что нельзя забывать, что там высокий уровень, ну, то есть, не то, что я себя хвалю, просто говорю, как это то, что мне попадается. То есть, мне меньше попадается хейта за рубежом, чем я вот вижу просто необоснованную, на мой взгляд, критику внутри наших порталов. А тебе не кажется, вот я и за тобой, и за многими бойцами замечаю, когда вы там критикуете или смеетесь над хейтерами, или еще что, что это неправильная выборка, то есть, 30 человек пишет плохие комментарии, они заметны, а еще тысяча смотрит твой пост, думает, классный пацан, парень, там, мужчина, мы за него болеем, просто они это не проговаривают, не прописывают в комментариях, и кажется, что хейтеров много, а их из тысячи 30 человек. То же самое говорит моя мама. Говорит, почему ты отвечаешь на негативные комментарии, а положительные не отвечаешь. В целом, наверное, да, в целом, наверное, да, и в целом, я не говорю, что только так, да, происходит. Наверное, это будет бросаться в глаза, и, наверное, остается, как бы, некоторый такой след за этими людьми. Но мы будем честными, что, скажем так, люди, которые пытаются излить какой-то негатив, они более активны зачастую, вот, и из-за того, что они более активны, остается некоторое ощущение, вот этого негатива, что, что бы ты ни сделал, почему-то, ну, выиграл ты не того, выиграл ты не так, проиграл ты не так, то есть, интервью дал не так, интервью дал не то сказал. Поэтому просто, ну, теряется желание, да, это делать, чтобы не подкармливать это. Но я понимаю, что, в том числе, часть работы, как раз для, как я уже говорил, понимаю, что многие люди меня поддерживают именно для этого. Я, ну, в отличие от многих наших российских бойцов, продолжаю давать интервью, постараюсь раскрываться, завел видео, это, и прочее, прочее, чтобы раскрывать какие-то интересные моменты для тех, кому все-таки действительно интересно. Александр Емельяненко, которому сейчас 40 лет, отвечая на вопрос, когда собирается он заканчивать, он в своем стиле говорит, типа, до моем возрасте тяжеловесы только расцветают, и все такое. Тебе сейчас 33, чувствуешь ли ты, что ты расцветаешь сейчас? Александр Емельяненко расцвел всеми красками оттенка синего цвета. Мне сложно сказать. На самом деле, у меня действительно очень много боев, и, сказать честно, даже иногда тот путь, который прошел я, если даже по количеству боев считать, он уже больше, чем Александр Емельяненко. То есть, в то время, когда он проводил в романтических путешествиях, там, или еще где-нибудь, в это время я выступал дрался, и поэтому в некоторой степени есть некоторая психологическая усталость от того, что приходится из года в год тренироваться, выступать, то есть, все эти лагеря, выступления, они все-таки немножко сбивают психологически. Сейчас я для себя нашел некоторые моменты, как это преодолевать, с этим работать, вот, в том числе, спортивные психологи в этом помогают, то есть, я пришел к тому, что то, что делается за рубежом уже давно, у нас в России, ну, типа, такая себе практика, вот, я пришел к тому, что это тоже нужно делать, потому что через какое-то время ты начинаешь терять интерес к тому, что было в молодости, вот, поэтому сейчас я, наверное, этот интерес опять поимел, вот, и стараюсь его набирать. Насчет того, что расцветаешь, ну, каждый расцвет свое время, у каждого расцвета это больше зависит от того, в какое время боец начинает выступать, чем он начинает раньше, тем он раньше заканчивает, это больше связано, наверное, вот с тем временем, когда он начинает выступать, поэтому, тут по поводу тяжеловесей сложно сказать, по поводу меня и даже больше, скажу, наверное, это индивидуально у каждого, зачастую, да, в 35 лет тяжеловесе может конкурировать, потому что в тяжелом весе не так, может быть, важна, там, та же сам, выносливость, нужно там, сильный удар, и по статистике, как мы возвращаем цифрам, то да, тяжеловесов более позднее возраста и больше, наверное, да, но в любом случае, я еще, пока карьеру заканчивать не собираюсь, думаю, что лет 9 до 40 подерусь, поэтому сейчас мне говорит, он раскрылся или нет, пока еще рановато. Я считаю, что вообще одно из лучших видео с тобой за последние два года, одно из лучших, было снято Магомедом Исмаиловым на парковке какого-то жилого комплекса, где он тебя откликает, говорит, вот, и вот у меня два вопроса, реально ли вы абсолютно случайно с ним встретились, и что чувствует двухметровый человек с рюкзаком UFC, когда ему кричат, э, э, слышь, э, 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 ты думал, атакуете, э, 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 ну, история была такая, что остановилась машина, я, я понял, что кто-то, э, э, что человек в машине меня узнал, но мне показалось, это просто какой-то, ну, там, из, там, из людей, ну, потому что я живу в доме, уже многие люди из дома, они знают, что там живет Бэйд Фью и Фью, пытаются на сфотографироваться и прочее, вот, и поэтому просто, кстати, на слова типа это, ну, отвлекаться, чтобы тебя бы по имени назвал, чтобы я там, там, сфоткался с ним, ну, или что-то, потом я, 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 понимаешь, что какой-то голос знакомый, вот, э, уже обернулся, видел Магомеда, он получился так, что в том доме, где у меня квартира, он в этом доме, он сейчас тоже проживает, вот, и в моем же подъезде, вот, сейчас мы с ним периодически видимся, ну, опять же, на парковке пока. В этом подъезде наркоманам лучше не собираться, да, получается, и алкоголикам? К счастью, комплекс новый, и наркоманов там еще пока не завелось. Вот, сейчас Вадим сказал, как раз напомнил про твое соседство с Магомедом и Смаиловым, а виделся ли ты со своим соседом после его боя против Владимира Минею? Да, получилось так, что мы, как раз, я выезжал, если не ошибаюсь, как раз, я выезжал, по-моему, именно рода в болициях к своей жене, вот, я прям спешил очень, и его видел, ну да, мы там так с ним обнялись, там, некоторыми вещами, ну, там, как бы, фразами, там, я поддержал его, там, в этом поражении его, но он был бодрым, был веселый, как бы, так обычно позитивен, говорит, что вернусь, всех побежду, поэтому, думал, что еще он выстрелит. Бросается в глаза, что у тебя перед боем с Тебурой, как будто бы еще чуть больше поломались уши, так ли это, и связано ли это с тем, что ты готовился к джиу-джитсеру и много боролся? Ну, я, в принципе, много боролся, и уши у меня периодически поломаются, но в том числе, и потому, что мы сейчас много боремся, и потому, что я потолстел проходы, и, как бы, уши поломал, ну, и били по ним тоже, поэтому ломались. Если можно, последний вопрос, если он не очень личный, а успели ли вы выбрать имя для сына? Да, успели. Ну, мы не то, что успели, как бы, поняли, сын назвали Артем. А почему? Если не успели? Ну, скажем так, это, наверное, одно из тех, которое нам понравилось просто, то есть, это, 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 это не в честь кого, кого-либо, просто, по крайней мере, ну, как, как знаешь, обычно просто бывает, выбираешь какое-то имя, вроде бы находишь его, а потом какие-то ассоциации есть с каким-то человеком из твоей жизни, это вроде как, ну, нафиг не будем, ну, по крайней мере, имя Артем, оно ассоциирует столько с положительными людьми в моей жизни, вот так скажу, ну, и, как бы, им нравится такое, достаточно, на мой взгляд, хорошее мужское имя.